В этом центре находятся дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Многие из них остались без внимания родителей. В некоторых случаях решаются вопросы о лишении родительских прав. В реабилитационном центре дети находятся до разрешения проблем в семьях. Как они проводят время в АВИСе, показали Вениамину Кондратьеву. Губернатору провели экскурсию по спальным комнатам, столовой, учебным классам. Кроме того, здесь есть кабинеты психолога, различные творческие кружки и мастерская ручного труда, где воспитанники учатся резьбе по дереву. А давно ты этим занимаешься, а только здесь? Только здесь. Ну и нравится тебе этим заниматься? Молодец. Знаешь, обычно, когда у человека что-то получается, у него руки золотые, но еще душа светлая. Когда душа светлая, очень красиво, всякие поделки выходят. Так что на тебя она светлая. Спасибо. Тебе спасибо. После экскурсии воспитанники центра и глава региона собрались за чашкой чая. В непринужденной обстановке дети рассказывали о своих планах на будущее и даже читали свои любимые стихи. Нам и места в Зеленанке хватало вполне, нам и время текло для боев. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Сегодня в АВИСе проходит реабилитацию 21 ребенок. По мнению Вениамина Кондратьева, такие центры – это своего рода островок безопасности, который поддерживает семьи в тяжелых ситуациях. Однако главная задача сегодня не просто разрешать проблему за счет подобных учреждений, а уделить больше внимания профилактической работе с трудными семьями. Самая главная задача – вот эту проблему сиротства не допустить. Здесь надо углубиться в проблему, почему дети становятся сиротами. Какие негативные явления проявляются в семье, являются тем, что они потом не нужны семье или мы вынуждены в семье изымать детей. Вот может быть на той стадии нужно вмешиваться, корректировать и не допускать. Это уже крайняя стадия, когда дети из семьи изымаются. Но здесь надо признать, когда общество не доработало, общество не смогло вовремя среагировать на большую проблему, которая выливается в большую беду. А большая беда, когда дети без родителей. Мы ориентируем сегодня службу опеки, которая как раз так этим занимается, все-таки неформально подходить к этим вопросам. Потому что не просто пришел, посмотрел, открыл холодильник, а есть еда, вроде обута дета. Все-таки посмотреть, какие взаимоотношения в семье, чем надо помочь, как надо трудоустроить родителей. Что им подсказать? И чтобы работали со взрослыми. Мы сегодня, дело в том, что опека, она призвана, по сути, контролирующий орган. Плохо изъяли все, понимаете? Ну, то есть, так подходить однобоко тоже нельзя. В каждом случае это очень индивидуально. В Центре социальной реабилитации несовершеннолетние находятся от трех до шести месяцев. После большинство детей возвращаются в свои семьи. Подобных учреждений в крае порядка 23. Сегодня в них около 700 воспитанников. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Прекрасно.